Привет всем! Сегодня говорим о личных мастер-имениях в индонезийском языке. Вот здесь вы можете видеть мастер-имения единственного числа САЯ АКУ Оба они обозначают Я, первое лицо единственного числа, просто АКУ это более неформальный вариант, а САЯ официальный вариант, так скажем. КАМУ переводится ТЫ, Е, ДЕ, ОН, ОНА. В общем-то оба этих слова могут использоваться для обозначения лиц как мужского, так и женского пола, что ИА, что ДИА. Но вот как я замечал, всё-таки ИА чаще используется для мужчин, а ДЕА для женщин. И посмотрим сейчас примеры с этими мастер-имениями. САЯ ДУРИАН СУДАХ МЭМБЭЛИ Я купил или Я купила ДУРИАН Это вы скажете на ресепшене в отеле и вас вежливо отправят куда-то подальше с этим ДУРИАНом, потому что запах сложный описать словами. АКУ САКАРАН ДИ БРУНЕЙ Ну это вы можете сказать какому-нибудь знакомому в неформальном разговоре, когда он вас спрашивает, где вы вообще зависаете, то вы можете ответить АЯ в БРУНЕ. ИА ЯМ ГАСИСВА Ну в данном случае можно перевести он студент. ДИА САКАРАН БЕЛАДЖАР ДИ РУСИЯ Она сейчас учится в России. САКАРАН показывает как раз настоящее время. БЕЛАДЖАР это соответственно глагол учиться. Но об этом позже поговорим отдельно. КАМУ АПАЛА КУКАН Ну это известная фраза, переводится Как у тебя дела? И вот переходим к местоимениям множественного числа. Местоимения, которые обозначают мы. Но в чем тут дело? Просто камни используются, когда мы не включаем в нашего собеседника понятие мы. Но на примерах потом будет проще это все понять. А КИТА соответственно говорится тогда, когда мы имеем в виду нас и нашего собеседника. АНДА часто пишется за главные буквы. Это вежливое обращение ВЫ. И МЕРЕКА это ОНИ. Вне зависимости от пола. Так, посмотрим от примера. КАМИ САКАРАН ДИБАЛИ БАИК БЕРЕСТЕРАХАТ Мы сейчас отдыхаем на Бали. Вы отдыхаете на Бали, вам звонит кто-то из другого конца света и спрашивает, где вы. Ну вот тогда вы можете сказать, мы отдыхаем на Бали. То есть имеется в виду не собеседник, а вы с кем-то с другим отдыхаете. А пока КИТА ТЕМАН ТЕМАН. Мы же друзья. Вот так можно перевести этот вопрос. Когда требуется показать множественное число, используется удвоение. Это общее такое правило для языков австроназийской группы. В Гавайском тоже такой же прием используйте. Ну и здесь ТЕМАН ТЕМАН. То есть ТЕМАН это друг. Если ТЕМАН ТЕМАН, то значит друзья. СИ АКБАР АНДА ТЕДАК БЕНАР. Уважаемый Акбар, вы не правы. МАРАКА ДЕ БИОСКОП ФИЛЬМ МЕНОРИК ИНИ СУДА МЕНОН ТОН. ОНИ ПОСМОТРЕЛИ ЭТОТ ИНТЕРЕСНЫЙ ФИЛЬМ В КИНОТЕАТРЕ. БИОСКОП, КИНОТЕАТР. Слово из голландского языка пришло, как я могу понять. Вот так мы пробежались сегодня по личным мастеримениям. Опять же ничего сложного нету. Так что учите индонезийский. И общайтесь на нем свободно. А теперь до новых встреч на наших онлайн занятиях индонезийского языка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова